28 июня 2024 год с днем конституции украина пишут почему вот так поверхностных своих рассуждениях украине никто не собирается серьез помогать будущее за брит за странами брикса сообщаю во-первых какие бы у меня не были рассуждения они мои и других у меня нет понимаете сколько там мой айкюм не позволяет рассуждение анализ опыт жизненные рубицы это начитанность и так далее то есть какой есть такой есть не нравится как бы до свидания не смотрите я же никого не упрашиваю не прошу никого подписываться мне там нахрен не нужно я на этом не зарабатываю да хотите смотреть интересные мои мысли смотрите я занимаюсь этим что будет мешать успокаивать придавать оптимизма украинцам все у меня других целей для этих видеозаписи которые к вам обращаю да не афоризмы там свои там а вот именно такие видео зверми смотрите по поводу того что украине никто не собирался помогать я в четырнадцатом году воевал повторю для вас в двухтысячный наверно уже раз я в четырнадцатом году воевал когда у нас получались первые нападения диверсионно-разведывательной группы у нас на всем подразделении были пистолет у офицеров автоматы у личного состава ну и там и гранаты пулемета не было живого пулемета не было не было не бутыров не бмп шик ничипо вот в нашем подразделении в 92 бригаде тогда был вот именно в нашем я не говорю что так у всех было вот мы первое первое нападение дарья второе нападение дороги уже первый парень у нас погиб от пуль да это не артиллерия как сейчас она мать хотят там кабы и все остальное именно заходят в посадку и убивают вас там дырешники то есть вот ничего не было и тогда действительно есть какой-то помощи там американской зарубежной я видел только что сухпайки то это как бы не на наше подразделение давали от меня просто их видел и увидел я первый раз хаммеры эти самые ну автомобили без вооружения в августе 2015 года то есть уже когда давно перемирия шло так называемая да сейчас что я вижу сейчас я вижу самолеты дарл и он обшиведы дают сейчас я вижу что нам дают хаймерс сейчас я вижу что нам дают glsdb сейчас у нас там я не знаю а бронса сейчас у нас макс про сейчас у нас брэдли эти великолепные о чем вы говорите нам не помогает нам не помогает той степени как мы хотели бы в том количестве когда воюешь со второй армии мира тебе никакого вооружения не будет достаточно это разве не понятно то есть она может а мы ждем ждем и в шестнадцатых этих уже ждем да ну то есть как бы и разрешение уже дали нам работы западным вооружением по российской федерации по оккупационной территории да то есть по стране оккупанты оккупантов все нормально я думаю просто надо чем ну как бы блин эта динамика набирает обороты а у россиян она наоборот спадает это же по моему это еще с зимы я говорил о том что это будет у нас будет нарастать у россиян будет спадать они там уже сейчас северокорейцев там куда-то там окопы рыть себе зовут они там себе уже кубинцев зовут воевать они там уже ну как то у них если там 2022 году у них за подписание контракта 200 тысяч рублей платили сейчас уже миллион шестьсот то есть 16 штук баксов тебе платят россиянину как оккупанту если просто подпишешь контракт на то чтобы пойти убивать украинцев мне кажется что это не значит что люди сильно рвутся сюда сдохнут прибежать в украину ну есть у меня такие ощущения понятно да и по поводу брикс послушайте а чем помогает ваш этот брикс в брикс там состоят такие страны как индия и китай которые антагонисты в принципе они конкуренты по финансам они конкуренты по они про по просту враги можно сказать то что у них там по каким-то некоторым вопросам сходятся позиции для того чтобы участвовать в этом брикс это совершенно не значит что они будут дружить друг с другом и тем более с вами сильно вам помогает китай россияне или закрыли вот сейчас bank of china закрыл сейчас и платежи не знаю как сейчас россияне будут выкручиваться если у них у них доллары отменили евро отменили ну то есть не пользует у них только юани и сейчас еще и юани закрывается для того чтобы платежи я не знаю там у вас будет весело будет весело будет светлое будущее россии это пустые полки если на такой афоризм не давно написал да так вот что у вас с этими бриксами там в этом бриксе есть китай есть индия а вы кто вообще в этом бриксе вам сильно не рвутся помогать у вас по моему сейчас помогает только северная корея вам что-то продает и иран все скажи мне кто твой друг я скажу кто вот вы вы северная корея и иран сейчас и хилком еще заходит активно да там как в этом в крокусе как вот это в ростовском сизо как сейчас где-то было там в дагестане в махать махачкала не переживайте какие бы мне ни были рассуждения пока не оправдывается как сказал 2015 году россия будет первой страной мира которую съела моль я от этих своих слов не отказываюсь путин кличка моль да какая башня то есть он зажрет россию посмотрим кто из нас прав я со своими такими рассуждениями которые вам не нравятся или вы со своим глубоким мышлением или шо вы там о себе думаете не знаю все буду украины не порой мать